Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русская редакция Украинского радио продолжает свои передачи. На очереди «Настоящее время» у микрофона Михаил Белетский. 40 минут между прошлым и будущим. Настоящее время. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В связи с тем, что вирус существенно мутировал за почти два года своего триумфального шествия по планете, интересно, продолжен ли эксперимент, и как собаки реагируют на заражение дельтой, омикроном. Об этом, я надеюсь, мы узнаем сегодня у нашей собеседницы, известной писательницы и драматурга, общественный деятель Полины Жеребцовой. Но вначале краткая история официальной резиденции Санта-Клауса. Хочу начать с того, что напоминаю нашим радиослушателям, что Святой Николай и Санта-Клаус – это не родственники, это просто однофамильцы. Святой Николай, Святой Христианской Церкви, он реальный человек. А Санта-Клаус – это литературно-фантастический персонаж, возникший под влиянием традиций XIX века и ставший популярным под влиянием развития массовой культуры уже в наше время. Ну а Дед Мороз – это в некоторой степени пережиток соленизма, буквально один штрих к развитию этого тезиса. В 1935 году по распоряжению Сталина в газете «Правда» появилась статья Постышева, которая называлась «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». Тогда вот Дед Мороз и был реабилитирован. Конечно же, страница эта в его биографии не означает, что его следует немедленно же отправить на свалку истории. Просто и об истории Нового года, и о Григорианском, и Юлианском календарях не грех вспомнить, чтобы пытаться не смешивать религиозные и светские традиции. Тогда и вопросы о Старом Новом Годе и о том, когда праздновать Рождество, наверное, отпадут сами собой. Ну а сейчас мы уже переходим к общению с нашей собеседницей. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте. Веселого вам Рождества и счастливого Нового года. Взаимно, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот Православная Церковь в Финляндии относится к Константинопольскому патриархату, и поэтому совершает рождественские службы и обряды в одно время с 16 остальными православными церквями. Ну, это греческая, болгарская, румынская и другие. А также с лютеранской и католической церквями. Действительно ли православная в Финляндии имеет такую же счастливую возможность, как и в Украине, отмечать Рождество дважды? Я думаю, что да, имеет. Почему нет? Нет, и здесь есть в Финляндии много людей, которые представляют имена православных христиан, есть католики, лютеране, и самые разные другие тоже верующие. Поскольку я из Чечни, то я, конечно, представитель мусульманского мира, но у нас есть друзья, которые справляют дважды действительно. Понятно. Я вот начал свое представление в темы нашей сегодняшней передачи с того, что напомнил, что мы когда-то с вами разговаривали об интересном опыте, который был в аэропорту Хельсинки по обнаружению ковидных больных с помощью собак. Вот скажите, пожалуйста, в связи с тем, что вот появились многие мутации вирусов, там, Дельта, Омикрон, вот этот опыт еще продолжается или он каким-то образом уже свернут, поскольку показал себя неэффективным, или наоборот распространился по миру. Расскажите немножко об этом. Насколько мне известно, опыт был эффективен, и в Финляндии применялся довольно долго, но поскольку все-таки человеческие ресурсы позволяют это сделать быстрее, чтобы не задерживать потоки людей, то применяются обычные тесты, которые приняты во всем мире. У нас в Финляндии, надо сказать, что ситуация с коронной эпидемией не такая страшная, не настолько серьезная, как в других странах. Все это довольно спокойно проходит. Понятно. Мне почему интересно, дело все в том, что когда мы рассказывали, действительно звучало вроде бы странновато, потому что, в принципе, собаки, которые определяют, так сказать, на глаз или на нюх определяют больного. На нюх, да. Да, это было как-то странно слышать, но тем не менее стало со временем понятно, что действительно они таким образом просто-напросто сужали круг тех лиц, которым необходимо было сделать тесты, то есть в известной мере оказывали позитивное влияние на экономику. Поэтому мне казалось, что, в принципе, опыт довольно интересный, но я не знаю, я думал, в связи с тем, что появились новые мутации вирусов, ну, что-то изменилось уже, я знаю, в системе, то есть в системе обоняния собак вряд ли изменилось, но, может, люди стали по-другому пахнуть, раз они заразились, например, омикроном, или вам об этом ничего не известно. На днях появилась новость в Финляндии, в СМИ авторитетных, что заболела кошка коронавирусом, то есть животные тоже подвержены, и это уже доказали финские ученые и врачи. Поэтому я думаю, что служба собак, она не будет такой распространенной в данный момент, потому что животные тоже рискуют заразиться новым вирусом, вот этим омикроном. О, Господи! Ну, хорошо, вернемся к более веселым темам и поговорим о том, что мы знаем, что климатические изменения происходят повсеместно, и вот существует ли такое понятие, как у нас, когда говорят «черное Рождество», имея в виду, что нет снега в Финляндии? О, снега в Финляндии очень много, и он на юге, в центре Финляндии, и на севере. У нас Финляндия просто усыпана снегом, а вы, может быть, имеете в виду «черную пятницу», которая бывает перед Рождеством, когда огромные скидки, то есть у нас в Финляндии понятие «черная пятница» перед Рождеством, как и в Америке, имеется в виду просто повальные скидки на электроприборы, на книги, в общем-то, на золото, на все, и люди покупают практически как подарок, берут за треть стоимости любую вещь. Нет, я имел в виду как раз именно наличие снега. Очень хорошо, что в Финляндии он есть, собственно, и я сейчас могу сказать, что и в Киеве немножко присыпало снежком. Нет традиционной такой классической зимы, какая была, допустим, в моем детстве. Так что слава Богу, что у вас снег есть. А теперь, если мы вернемся, еще поговорим об одной традиции, которая, возможно, у вас присутствует. Это существует ли в Финляндии то, что называется таким парадоксальным словосочетанием, как «старый Новый год»? Я думаю, что в основном в эмигрантской среде. Например, в нашей семье и в семье наших знакомых, да. И сами финны, которые в Советском Союзе бывали очень часто, у которых друзья родом из Советского Союза, они справляют. Но молодежь уже нет. И даже сам Новый год – это такой очень простенький праздник. Ему не придается такое значение, как Рождеству, которое справляет буквально вся страна – Финляндия. То есть это только для друзей. И кто-то справляет, кто-то нет. Ведь есть эмигранты, выходцы из восточных стран, из стран, где шарят, поэтому они Новый год, допустим, не справляют, а старый Новый год тем более. Но мы всегда отмечаем пирогом, чаем, вкусным соком. И, в общем, наши знакомые тоже. Понятно. Но, возвращаясь к теме пандемии, то я хотел бы нашим радиослушателям напомнить, что в негласном рейтинге по заболеваемости у Финляндии 91 место. Действительно, Полина правильно сказала, что ситуация не настолько драматична. Болеет сейчас 239 339 человек. Это данное на сегодня. При населении в 5 553 000. И при этом 74,32% населения полностью вакцинированы. То есть, в принципе, действительно защита существует уже. И вот уже можно говорить даже о том, что когда-то врачи называли коллективным иммунитетом. Скажите, пожалуйста, а вот в связи с тем, что вот такой широкий охват вакцинации, можно ли говорить, что сейчас существуют какие-то послабления для массовых собраний, для посещения ресторанов, кинотеатров? Как, кстати, у вас масочный режим соблюдается? По желанию. То есть, правительство рекомендует, врачи рекомендуют. Но это не носит принудительный характер. Это рекомендательный. И если мы посмотрим на общественный транспорт, то примерно 60 на 40. То есть, 60% в любом вагоне, в метро, в поезде будут в масках. И процентов 35-40 также в супермаркетах, в магазинах будут без масок. То есть, те люди, которые уже сделали две прививки, это почти 80%, ну, плюс-минус. И те, которые сделали хотя бы одну прививку, насколько мне известно, то цифра уже подошла к 90% на страну. То есть, это очень-очень много. И побочные эффекты, конечно, бывают, но не настолько серьезные. У нас в основном ПФайзер. Не знаю, хорошо это или плохо, но недовольных мало. В основном люди очень довольны, что сделали. И действительно, заболеваемость в сравнении с другими странами мала. Очень мала. Сейчас даже в резиденции финского Деда Мороза Йоулу Пуке, значит, говорят, что рекомендуем заходить в маски. Ну, то есть, это по желанию, но рекомендация присутствует. Ну, это здорово, что вы вспомнили об официальной резиденции финского Деда Мороза. Я просто читал, что в прошлом году она была полностью закрыта в связи как раз с пандемией. А в этом году туристов пускают, но существует определенное ограничение. Но, я так понимаю, они не очень, так сказать, жесткие, да? Да, они совершенно не жесткие. Можно погладить оленей, поиграть с Дедом Морозом, сфотографироваться, походить. Деревня, конечно, функционирует. Туристов не очень много, потому что ведь еще внутренние границы закрыты в странах. Хотя Финляндия, она рада принять туристов, и у нас, в общем-то, достаточно безопасно. А скажите, пожалуйста, какова ситуация с ковидом вот у ваших ближайших соседей? Это шведы, норвежцы, ну и россияне, конечно. У россиян, наверное, самая патовая ситуация. Среди моих лично знакомых и друзей переболел практически каждый, и, к сожалению, некоторые скончались. Причем даже молодые женщины младше меня, то есть 33-34 лет, вот такая тяжелая была форма, не была оказана вовремя помощь, слишком много больных. И в прошлом году, и в этом году, к сожалению, да. В Швеции ситуация хуже, чем в Финляндии, в Норвегии от нас немного дальше. Там ситуация периодами сложная. Но вот, наверное, Финляндия, поскольку финны, они очень прозорливые и доверяют врачам и ученым, прислушиваются к рекомендациям, болеют меньше всего, потому что многие люди согласились на прививку. А ведь прививка тоже вызывает иногда даже побочный эффект в виде температуры, там болят лимфоузлы и так далее. Но это проходит. То есть какой-то период после второй, особенно дозы прививки Пфайзера, значит, бывает вот такой эффект. Но люди все равно идут на это, чтобы не заболеть коронавирусом и не погибнуть. И еще один вопрос, чтобы закруглить уже тему прививок. Во всем мире сейчас поговаривают о так называемой бустерной дозе. Правительство в Финляндии что-то делает в этом направлении? Или, собственно, пустило ситуацию на самотек? Кто хочет, может еще получить одну дозу прививки? Или как? У нас предлагают, предлагают рекомендательно людям в возрасте, уже взрослым, которым за 70, за 80 лет, потому что считается, что они в зоне риска. Остальные это делают по желанию. Например, люди, которые по работе встречаются с большим количеством клиентов, они тоже, я говорила с некоторыми, согласны в течение полугода-года сделать в будущем третью дозу. Я, например, сделала всего две и считаю, что этого вполне достаточно. Ну и еще я расскажу нашим радиослушателям немножечко о резиденции, собственно, и вы сразу потом поймете, почему я, так сказать, уделил этому времени, этому рассказу определенное время. Раваньеми – это официальный город Санта-Клауса в Лапландии. В октябре 1944 года гражданское население Раваньеми было эвакуировано, но сам город был почти дотла сожжен отступающей немецкой армии. Более 90% зданий было разрушено, а город и его окрестности были заминированы отступающими фашистами. Раваньеми и регион Лапландии были в послевоенной Финляндии одним из первых получателей помощи, предоставленной Фондом администрации помощи и восстановления объединенных наций. Это предшественник нынешнего современного ЮНИСЕФа. Посол доброй воли и вдова президента Франклина Делано Рузвельта решила летом 1950 года посетить Раваньеми, чтобы лично проследить за ходом послевоенной реконструкции. Для нее в экстренном порядке был построен домик, который туристы могут видеть до сих пор. Госпожа Рузвельт также имела честь отправить первую в истории Раваньеми открытку со штемпелем «Полярный круг», которая, как говорят, была адресована ее другу и тогдашнему президенту Гарри Трумэну. Домик Рузвельт стал первой попыткой привлечь число посетителей, чтобы они приезжали и останавливались на полярном круге, наслаждались чашечкой кофе, приобретали сувениры и отправляли домой открытки со специальным поштовым штемпселем. И, как мы уже говорили, в 2020 году это было закрыто. И обычно в Финляндию, кстати, приезжает около 9 миллионов туристов, при этом что население, как я говорил, 5 миллионов с половиной. То есть, в принципе, туристов приезжает больше, чем жители Финляндии. Соответственно, можно сказать, что прибыль от туризма является одной из основных статей бюджета финского. Как вы считаете, Полина, в этом году будет какая-то либерализация для внешнего потока туристов? Я думаю, что в 2022 году, который наступает, да, безусловно, будет. И город Раваньеми очень красивый город. И он, значит, в летописях уже в 9 веке здесь были поселения. И потом он расстраивался. И у него очень древняя история. Здесь когда-то жили язычники со своими там представлениями о нашем мире. И сейчас туристов это привлекает еще как очень мистическое древнее место. А резиденция финского Деда Мороза, она в 8 километрах, то есть в пригороде этого города, Раваньеми. И кроме резиденции здесь есть университет, один из крупнейших северных университетов. И очень много музеев, музей Леса Лапланский. Какой замечательный. Ну, надеюсь, в этом университете, Полина, в этом университете, надеюсь, готовят не только Дедов Морозов. Нет, нет. В общем, финны всегда рады. Многие ведь приезжают как студенты на учебу со всего мира. И затем остаются в Финляндии как специалисты по работе. Есть такой тоже проект, чтобы люди приезжали на учебу учиться. Ну, а сейчас хотел бы сделать такое небольшое вступление с тем, чтобы объединить воедино и нынешнюю ковидную реальность, и туристические пристрастия, и изменение климана, свидетельством которым мы все, к сожалению, являемся. Можно, наверное, прочесть в любом туристическом справочнике, что главным рождественским блюдом в Финляндии является запеченный свистной окорок, которого потребляют в стране от 6 до 7 миллионов килограммов в период праздников. И с 40-х годов наряду со свиным окороком стали, так сказать, появляться в семьях и запеченная индейка, но популярность ее не столь значительна, как свинного окорока. Так вот, эксперты ООН нынешние считают, что существенное потребление мяса и молочных продуктов на Западе активно способствует глобальному потеплению. Вот такой вот парадоксальный вывод. А переход на растительную диету мог бы помочь существенно с изменением климата. В этой связи был подготовлен просто внушительных размеров отчет экспертов ООН по изменениям климата. И по этим отчетам 14,5% парниковых газов, которые выбрасывают человечество в целом, приходится на индустрию животноводства. И этот объем сопоставим с уровнем выбросов всех видов транспорта. Автомобили, суда, самолеты вместе взятых. Так это или нет, сказать, конечно, сложно, но, однако, ученые подсчитали, что для получения 150 граммов говядины вырабатывается столько же углекислого газа, что и для 32 порций спагетти, 4 порций мяса птицы, 4 свиных отбивных, 7 стаканов молока, 205 штук яблок, ну и прочее, прочее. То есть, в принципе, нас активно агитируют к тому, чтобы человечество отказалось от мяса. И, как сказано в этом отчете, безусловно, речь идет не о том, что всех перевести в вегетарианцы или в веганы. Но, вот, например, в этой связи мне попалось сообщение, что город Хельсинки откажется от мясных блюд на своих мероприятиях. Как обстоит дело с мясными продуктами в Хельсинки? Действительно, есть ли агитация, что публика отказывалась от потребления мяса? Но, если говорить в целом об экологии, то Финляндия, она, можно сказать, впереди планеты всей, она существенно сократила потребление первичных энергетических ресурсов. То есть, они на 6 лет, финны, опередили сроки, установленные Евросоюзом, еще в 2014 году, и начали использовать альтернативные источники энергии. У нас можно идти в любом северном городе и даже на юге в Хельсинки и видеть частные дома, на крышах которых солнечные батареи. То есть, альтернативные источники энергии используются прямо частным образом и также корпорациями. И ветрогенераторы, они здесь очень часто в Финляндии можно наблюдать, особенно на севере, поскольку солнце, как вы понимаете, не всегда бывает в северной стране, а ветрогенераторы работают. Насчет мяса. У нас, например, на севере считается рождественское блюдо и вообще любое праздничное – это оленина. Я оленей люблю живых, красивых, поэтому я не употребляю пищу. Мясо, как оленей, так и кого бы то ни было, я люблю рыбу. Есть такой грех. И у нас в Финляндии еще очень много лосося. То есть, когда весной и осенью рыбы перемещаются, их просто можно сачком вылавливать по 10 килограммов. Рыбины по 15 из реки, они выпрыгивают, и их очень-очень много. То есть, красная рыба, лосось, картошка, грибы. Ну, конечно, некоторые люди любят, допустим, и, наверное, свинину. Я просто таких не знаю, но наверняка есть и такие люди. У нас сейчас идет программа очень мягкого, рекомендательного характера о том, что можно орехами, салатами заменить калории, чтобы люди не употребляли очень много мяса. То есть, рекомендуется тем, кто любит мясные блюда, примерно 500 грамм, килограмм в неделю, не больше. То есть, ученые, врачи, а также, значит, гринпис, экологи, они рекомендуют. Это носит рекомендательный характер по всей Финляндии. Многие люди к ним прислушались, конечно, есть те, кто с этим не согласен, они любят шашлык, они любят мясные блюда и считают, что это нарушает их права. Но надо сказать, что в Финляндии есть те, кто увлечены спортом, здоровым образом жизни, и такие люди, они согласились с данным рекомендательным посылом, который пришел от ученых. У нас же очень много велодорожек, у нас много парков, они бесконечно строятся. И также против выбросов вот этих газов от машин, чтобы атмосфера не загрязнялась, тоже ведь выступают. То есть, в целом, Финляндия – это страна, в которой ценят природу, деревья, озера. Здесь же самая считается чистая вода в мире, и один из самых приятных и самых чистых воздушных пространств, то есть воздух прекрасный. И как-то же люди этого добились, это же вышло из колыбели этих ценностей, которые как раз финны и пропагандируют. И можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, можно посмеиваться. То есть, все по-разному реагируют, особенно люди, которые пришли извне, из других стран. Но я думаю, что что-то полезное для себя каждый может вынести из этого. Да, мне тоже кажется, что вот эти вот примеры, которые вы приводили на частном уровне, когда люди ставят на крышах своих домов солнечные батареи, это, естественно, происходит не всегда, только по собственной воле. И есть определенная, скажем так, модель поведения, которая, возможно, ненавязчива, но каким-то образом рекомендуется правительству. Вот, например, недавно выходящий у вас журнал «Суомен Луонто», который два десятилетия уже в конце года печатает о самой ненужной вещи года, по его мнению, в этом году призудил это звание чрезмерному употреблению мяса. И вот речь идет о том, что вот, наверное, и такой вот образ жизни, безмясной, в известной мере, находит отражение в рекламе, которое можно посмотреть по телевизору или прочесть в газетах какие-нибудь статьи? Или это действительно пущено на самотек, и только диетологи дают свои рекомендации по стилю питания для финнов? Я действительно читала некоторые статьи, поскольку люди вдохновились. То есть они посчитали, что действительно, если сократить это употребление мяса, самые такие в авангарде идущие передовые активисты говорят, что из 100 граммов нормально в неделю кусочек мяса, а все остальное — это фрукты, овощи, это злаки. И вот тогда нация станет здоровой, люди будут здоровыми, и в целом все проживающие в Финляндии будут поддерживать экологию и так далее. То есть я думаю, что это вдохновение, что это период определенный. И поскольку я против охоты, и я очень люблю зверей, и мне их всегда жалко, то я, в принципе, со своим внутренним миром никаких противоречий не вижу. А вот наверняка те, кто любят шашлык, и кто любит барашек кушать, ягнят и так далее, наверняка они видят, реально видят эти противоречия и думают, что как же так. Ну и в то же самое время и сама природа, и место расположения в Финляндии не способствует тому, чтобы финны активно, так сказать, использовали какие-нибудь там овощи, фрукты, о которых вы говорили. Ведь формально говоря, у вас, наверное, они не очень-то и растут в вашей зоне климатической. У нас много черники. Даже там на самом-самом севере, где зимой бывает минус 40, почему-то много растет черники, есть дикая клубника и так далее. Но да, апельсинов мы не видели, например. То есть какие-то растут ягоды и фрукты, каких-то нет. Но это, да, такая тенденция. Здесь вообще зеленые очень сильны. Именно как последователи за мир. Иногда, возможно, это бывает даже слишком навязчиво. Но я, со своей стороны, не вижу противоречий просто из-за того, что мне бы хотелось, чтобы зверей не так сильно обижали и на них охотились. То есть это моя личная позиция. И меня даже предупреждали, когда мы только что приехали, что если у женщины воротник, например, из ценного меха, а не искусственного, то на нее могут на улице накричать или чем-то облить. Я сама с таким никогда не сталкивалась. Но люди предупреждали, что бывают даже такие экоактивисты, которые считают, что это беспощадное уничтожение животных и ни к чему хорошему не приводит. Ну вот вы знаете, с точки зрения политики, хотел бы тоже напомнить нашим радиослушателям, что в этом году в Глазго прошла огромная климатическая конференция, куда прибыло едва ли не 40 тысяч человек, всевозможных и официальных лиц, и сопровождающих лиц, и экспертов. И вот президент Финляндии Саури Нинистё выступил с речью на климатической конференции. И действительно он, так сказать, слова Полины подтвердил, что действительно Финляндия как бы впереди планеты всей по экологическим нормативам. Вот она остается одной из самых амбиционных стран, по его словам. И он сказал, что нашей целью является достижение углеродной нейтральности до 2035 года, а до него очень-очень мало времени. Финский президент далее заявил в своей речи, что Финляндия планирует почти в два раза увеличить финансирование климатических проектов в развивающихся странах. И сказал, что финны сажают до 150 миллионов деревьев ежегодно. Но возвращаясь к той теме, что вы говорили, что у вас альтернативная энергетика плюс атомная работает, и то, что вы сказали, что у вас в правительстве есть зеленая, так вот, как они совмещают? Атомная энергетика, это тоже в известной мере является, ну, скажем, камнем предпровения для зеленых. Да, и у нас были митинги, и люди протестовали, потому что сейчас строится в Центральной Финляндии, ближе к северу, новая станция, которая вот как раз зеленых очень сильно возмутила, и были взорваны древние скальные породы для того, что для ее установки, то есть совместно с Россией проект, и там речь идет об атомной энергетике, и это вызвало большие протесты. Сейчас я не знаю, возможно, там заморозили частично, очень мало пишут СМИ об этом, но несколько лет назад писали, что были протесты очень серьезные на эту тему, ведь Финляндия очень бережно относится к природе, и люди настроены вот в том-то и дело на эту экологию. У нас, например, когда мы выносим мусор, у нас 10 разных ящиков, а иногда их бывает и больше, то есть картон мы кладем в один, значит, бак, а бумагу тонкую, газеты, в совершенно другой. Мы консервные банки складываем сюда, а батарейки вот только вот тут можно отдать в магазин. Ну да, сортировка мусора – это один из аспектов. И это возведено в культ. Это очень здорово. Мы постепенно тоже к этому переходим. Естественно, у нас еще такого нет, но, по крайней мере, мусорные баки различных цветов, так сказать, символизирующих сбор определенных видов отходов в себя. В Киеве уже можно встретить. Вот я хотел в этой связи экологической спросить у вас о следующем, что сотни городских и региональных властей, многие страны обязали запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания на ведущих рынках к 2035 году, а во всем мире к 2040. Как в Финляндии этот процесс происходит? В Финляндии проводили опрос журналисты, и более 65% людей согласны на электромобили. То есть они готовы отказаться от использования машин на бензине, на дизеле. Они готовы. Но единственное, что сейчас служит камнем преткновения, так сказать, почему это невозможно сделать сейчас, потому что очень мало зарядных станций. То есть те люди, которые пользуются уже электромобилями, им сложно их заряжать. И говорят, что в течение 20 лет очень много автолюбителей перейдут как раз на электромобили, и общество, ну более 60%, более 65%, то есть там через Тире было в статье, готовы уже сейчас при возможности поменять свои авто. Ну а в этой связи, наверное, правительство делает какие-то, я знаю, льготы или стимулы для тех, кто хочет избавиться от своих старых карбюраторных машин. Ведь формально говоря, их нужно каким-то образом утилизировать, а на это тоже уходит драгоценная энергия, которая в результате тоже вносит свою негативную лепту в загрязнение окружающей среды. Да, разрабатываются программы, сейчас это все в процессе. Сейчас у нас те программы, которые очень хорошо работают, это по велосипедам. Если иммигрант хочет купить себе велосипед, но при этом у него недостаточно денег, то город оплачивает ему велосипед. Если родители хотят покупать велосипед детям, самый лучший, ну очень хорошего класса, 400-500 евро для ребенка велосипед, то 70-80% оплачивает город. То есть представьте, семьи из Кавказа, 5-6 детей, и город готов оплатить детям, чтобы в школу, на велосипеде, и для взрослых мигрантов, и для финнов, у которых зарплаты недостаточно высокие, они могут обратиться за помощью, и хотя бы часть, 50-60% им вернут за очень хороший велосипед экстракласса, просто потому, что много велосипедных дорожек, и в принципе власти поощряют тех, кто вообще не использует никакой автомобиль. Полина, еще один вопрос, связанный, собственно, с нашим непосредственным бытом. Мы тоже уже сейчас вот столкнулись с той ситуацией, что постепенно по рекомендации, даже по настоянию правительства, из обихода выводятся полиэтиленовые всевозможные пакеты в магазинах, в универсамах, и, так сказать, стимулируя это тем, что нужно использовать пакеты, которые очень быстро разлагаются, вместо, так сказать, столетиями гниющего полиэтилена. Как этот процесс организован в Финляндии? В Финляндии в целом очень развита целлюлозно-бумажная промышленность. У нас, можно сказать, 80% лес. То есть у нас стоят заводы по переработке, значит, древесины и высаживаются деревья. И поэтому последние пару лет я стала замечать, что предлагается альтернатива. То есть у нас есть обычные пакеты, вот, так сказать, которые разлагаются по 100 лет, и тут же предлагаются бумажные крепкие пакеты, и там же табличка, что выбирайте экологически правильно. То есть вот такая рекомендация для людей. И постепенно люди переходят. Действительно переходят. Я заметила, но это делается плавно, не резко. Не то, что все отняли, а теперь вы должны вот так. Это уже будет протест. Это вызовет конфликт. Это делается постепенно, долгими годами, чтобы люди успели привыкнуть, осознать и понять. И это мне нравится Финляндии, то, что правительство это продумывает. Да, действительно, надо согласиться с нашим собеседником, что правительство действительно продумывает, о чем свидетельствует не только мнение нашей собеседницы Полины Жеребцовой, но и официальная статистика, которая, собственно, выводит Финляндию все время в ведущую десятку стран, в которых и экологические программы, и экологическое, самое главное, самосознание народа и, соответственно, показатели экологии находятся на более высоком уровне, чем, допустим, даже в остальных странах Европы. Полина, спасибо огромное за участие в нашей передаче. Хотел бы пожелать вам самого главного здоровья и успеха в Новом году. И надеюсь, что мы еще не раз в этой студии с вами встретимся. Спасибо большое. Дякую. Счастья вам. Спасибо. Люди. События. Факты. Аналитика. В Украине и в мире. В программе «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова